Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Сегодня мы едем с Османом на Ифтар. У нас начался пост, поэтому мы едем в гости к его брату на Ифтар. Мы уже вернулись домой. Так получилось, я хотела заснять Ифтар. Как там это всё происходит? Ничего я не успела заснять. Мы пришли, они уже накрывали на стол. Я помогла накрывать на стол, и все были такие голодные. Было не до съёмок, просто все накинулись на еду. И какие съёмки вообще, о чём можно говорить? Я надеюсь, всё-таки как-то я выберу момент, когда получится заснять Ифтар. Потому что, например, вчера, когда был Ифтар, мужчины сели, женщины накрывали на стол. И так получилось, что половина начали есть, вторая половина не успели сесть за стол, и вообще такая суматоха. В общем, пока у нас не организовался этот процесс. Как-то не очень хорошо получилось. У брата с невесткой сейчас живут родственники невестки. То есть, получается, мама, бабушка и сестра. Так получилось, что во время землетрясения было разрушено очень много домов в Адеамане. Они вообще родом с Адеамана. И, получается, дом родителей, дом бабушки пострадал. Дом родителей там вообще его не существует, скажем так. Его уже разрушили. И дом, получается, ее сестра вышла замуж. Они с мужем взяли в кредиты дом, квартиру точнее. И эта квартира тоже была разрушена. Они жили на третьем этаже. И два первых этажа ушло под землю. И они, кстати, находились под завалами четыре часа. Я в каком-то видео говорила об этом. Это я говорю о сестре и ее муже, невестке. В общем, вот так вот. Их семья очень пострадала от землетрясения. Там дома. Но, слава богу, все здоровы. Это самое главное. Потому что, например, у Асмана есть один друг, у которого в семье умерло 50 родственников во время землетрясения. Представьте, 50 родственников. Там, кошмар. Хотела я что-нибудь снять на ифтаре, но все-таки были голодные. Все так, прям, прям так смотрели на эту еду. Как будто только поставили на стол, пропела сам, все. Все-все-все, начали все быстро-быстро есть. Не успела я очень ничего снять, но было очень вкусно. Мне за что очень нравится месяц Рамадан, потому что уж очень вкусно они готовят в этот месяц. Прям очень-очень вкусно. И всегда такое, что будет особенное, скажем так. Знаете, а-ля праздничное меню каждый день. Каждый день праздник. Вот. Как сейчас у нас проходит пост? Уже прошло несколько дней. В первый день было очень сложно. Все хотели пить, все были уставшие, все болела голова. То есть такое, знаете, состояние-нестояние, как говорится. Вот. Но потом уже с следующими днями как-то уже становится полегче. Полегче. Вот. Я... Ну, не то, чтобы я прям супер держу. Я, как бы, так сказать, их поддерживаю. Так как мы сейчас живем, грубо говоря, в гостях. И из-за того, что в семье все держат гост, даже дети. Ну, не знаю, мне как-то кажется, что правильно их поддержать. То есть я дома не ем. Они, то есть, не едят дома, и я не ем. Они не сидят с 5 часов утра и до 6.40 вечера. Но там каждый раз меняется время. Там прибавляется и обавляется время. Вот. И, как бы, я так подумала, что в прошлом году я, в принципе, продержала весь пост спокойно. Причем для меня это было в наминку. Вот. И, как бы, я решила в этом году тоже поддержать их в этом направлении. Я понимаю, что я не мусульманка и все прочее. Они, когда, например, начинают есть, они читают молитву. Я ничего этого не делаю. Просто сейчас я, как бы, я в силах, так сказать, себя контролировать. Я могу не есть целый день. Если уже, так сказать, будет мне это в напряг, я могу спокойно себе выйти и в любой, в кафешке, в любом ресторане поесть. То есть это не проблема. Но дома я при них есть не хочу. Ну, как-то, мне кажется, это некрасиво с моей стороны, потому что даже я вот понимаю их, когда вот человек хочет есть, он голоден, и какой-то запах, например, на кухне или запах еды от человека, он немножечко так раздражает, скажем так. Держат пост все, в том числе и дети. Единственное, что самые маленькие, это до 10 лет, они не держат. Но это так в семье у османов. Как у других, я не знаю. Вообще, я читала в интернете, что пост должны держать те, которым уже исполнилось 18 лет. Но просто дети, смотря на родителей, тоже пытаются держать пост, но у них это редко выходит. У нас, по примеру, есть малая, которая племянница османа, которая говорит, вот, я сегодня в обед держала пост. Но это типа в обед, она не успела еще покушать. Вот, ну, такие специфические моменты, скажем так. Я их в этом всячески поддерживаю. Поэтому вот так вот и живем. Я уже вижу ваши комментарии, которые вы пишете, что вот, как так можно и прочее. Не судите и не судимый путь. Напишите, пожалуйста, под этим видео темы, которые вас интересуют, вопросы, которые вас интересуют о Турции. Например, чтобы вы хотели такого интересного узнать. Я, конечно, хотела бы снять несколько видео таких специфических о пекарнях Турции. Это очень такая интересная и вкусная тема. Есть у меня еще пару там соображений. Вот, ну, так как сейчас пост, пекарни работают просто вот на грани. По-другому не скажешь. Все несут, турчанки не хотят дома готовить. Они все несут в таких вот глиняных горшках, в подносах еду. И там вот эти несчастные люди готовят. Почему несчастные? Потому что есть им нельзя. А еды вокруг много. Итак, наступил следующий день. И Осман купил нам 15 килограмм рыбы на ифтар. Рыба вкусная, сразу скажу, мы уже ее съели. Решили ее запекать с картошкой, луком и лимоном. Рыбу нам уже привезли почищенную. Нам осталось только ее посолить, добавить специи. И картошку с луком и лимон. Конечно же, рыбу мы не будем запекать дома. Мы ее отнесем в фарын. Фарын — это пекарня. В ней и пекут, и хлеб, и запекают то, что вы принесете. Теперь у нас начинается операция «ы». Вот это наша фарын белая. Видите, вот уху. Не хочу открывать окно, а то есть идет. И у нас начался дождь. Смотрите, какой лимон. Прям-прям капец. А нам нужно отнести до трех. Решили вовсе сейчас нести. Нам получается надо выйти от этого здания и дойти до фарын. Но все-то ничего, скажете вы. В принципе, в чем проблема? Проблема в том, что будем нести на подносах. Подносы нужно держать двумя руками. И, соответственно, третьей руки для зонтика нет. Чудеса дай только. Еще невестка сделала для Ифтара Судляч. Вот так он выглядит. Это рисовый пудинг. Молоко, рис и сахар. Я все время, когда мне бабушка в детстве давала рисовую кашу с молоком и хотела ее есть. Во время поста пекарни особенно загружены. Между тем, как приносят хиту на запекание, они еще успевают и напечь хлеба. Вечером в пекарнях очереди. К нам на Ифтар пришли Кости. Брат с невесткой, с дочкой. Также мама, сестра, невестки. Как видите, рыба у нас разошлась на ура. Всем очень понравилось. И после того, как мы поели, мы решили пойти в боулинг. Как ни странно, в боулинг в этой семье начали ходить только с моим появлением. Я очень люблю боулинг. Конечно, я давно не играла. Уже, конечно, потеряла все навыки. Но ничего, потренируемся, и все будет как прежде. В Киеве я очень много ходила в боулинг с друзьями. Особенно, когда училась в техникуме. Тогда у нас были скидки для студентов. В общем, красота была. Ну, а сейчас моими партнерами по игре являются вот эти малыши. По-другому не скажешь. Пока мамы пошли обратить по магазинам, мы играли в боулинг. Честно говоря, для меня боулинг намного интереснее, чем поход по магазинам. Я люблю ходить в магазины сама. Мне так легче. Я успеваю все рассмотреть, все померить, то, что мне хочется. Когда хожу с подружками или с невестками Асмаком, так не получается. И сейчас вы видите наш счет. Первое Ярен, потом Ям, потом Талгам. Я, конечно, выиграла, но малые расстроились, и их пришлось утешать. Учешила их в полодиннадцатого пицца. Видите, мы купили пиццу. Вот так выглядит наш сахур. Мы встаем где-то в 3-3.30 и начинаем готовить есть. Обычно это тосты. С вечера невестка обычно пекет какие-нибудь пироги, бюреки. Всегда на столе присутствуют сыры, варенья. В принципе, очень похож на торецкий завтрак. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.